Гомельская областная туберкулезная клиническая больница, ведущая шмат-профильная лечебная установа в области, уголение пульмонологии, иммунологии и инфекционных захворываний. Лечения тут отремливают хворы на туберкулез с усею Гомельщины, а их дарочи сегодня в регионе больше 1500 человек. За прошлые пять годов уровень захворывания снизился больше как на 20%. Узровень спиротности – амаль на полову. Сегодняшний день мы с вами практически все инфицированы туберкулезной инфекцией. И если так взять в мире, то практически треть населения инфицирована. Но это не значит, что не все должны заболеть. И само заболевание, оно проявляется уже клинически тогда, когда в организме происходят соответствующие изменения и есть предрасполагающие факторы для того, чтобы это заболевание проявилось. Медики уповненно стверждают, что туберкулез вылеченный. Сучасная медицина имеет все махчимости, как перемахчих это захворывание. Новое обстановление позволяет выявить ДНК туберкулеза на ранней стадии литерально за одни сутки и сразу вызначить совмещальность организма с теми и теми препаратами. Все вопросы, связанные опять же со здоровлением, с поддержанием иммунной системы, значит опять же это здоровый образ жизни, избегание вредных привычек. Но в принципе не так все это сложно на самом деле на сегодняшний день. И это одно из предпосылок не заболеть. И еще один момент, что должно знать население, что все-таки у нас существует вакцинация туберкулеза. То есть та вакцина, которая вводится детям, это опять же элемент защиты от туберкулезной инфекции. Поэтому население тоже должно об этом знать. В Сосветный день просьбы с туберкулезом у Гомеля на площади Паустанне и Калякинотеатра «Мир» с 10 до 14 годин будут прорсовать пересолны аппараты «Пульмоскан», где все ожидают, что смогут пройти обследование и отримать консультацию медиков. А кроме того, с 10 до 11, а так само с 11 до 12 годин по телефонах у Гомеля 356044 и 356125 будут прорсовать горячие линии. На пытание откажут специалисты областной туберкулезной клинической больницы. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель».